Все те предположения и инсайды, что были от каких-то там изданий, да, вот эти вот непонятные, которые мы тогда читали, несколько дней назад, которые утверждали, что вот на выходных Байден объявит о том, что он выходит из гонки президентской, короче говоря. И что вы думаете? Это реально произошло, блядь. Он реально вышел из гонки. Все? Байден? Нет. Все? Ну, реально в САО, нахуй. Байден в САО. Все, не будет Байдена. Все, не будет Байдена. Не будет он принимать участие в выборах. Остается Трамп. Нет. И? И хуй знает. Я? Кто? Ты расстроен? Не, я радуюсь. Я же в Америке живу, мне что расстраиваться-то? Знаете, типа, на самом деле ситуация такая, то есть тут надо и радоваться, и расстраиваться. Мне, как американцу, радостно, конечно, да, что вероятность того, что Трамп выиграет и республиканцы будут править Америкой, она теперь еще намного выше стала. Это хорошо, это плюс для Америки, это положительно для тех, кто живет в Америке. Но это минус для, сами знаете, кого. И то еще пока непонятно, минус ли это, и будет ли это являться минусом. Вот. Ну, для Украины, да, все же там разгоняют, сейчас опять же, да, вату порвало. Все, они радуются, вот Байден, все, сейчас, короче, а радуются так, как будто бы вместо Байдена Путин станет президентом в Америке. Такие, конечно, наивные дураки, блядь, такие они наивные, конечно, вообще. У них такая радость, как будто реально Путин баллотируется в президенты в Америке. Чего радуются, вообще непонятно. Ну, как будто бы впервые такое происходит, что Трамп всем кажется своим для них. Он выигрывает на выборах, как в прошлый раз, и начинается какая-то жопа. А Трампа по отношению к России вообще ничему не учится, вот вообще. Так они и радовались, когда Зеленский на выборах победил. Я не знаю, что они радуются, блядь. Ну, они радуются, наверное, просто потому, что хоть где-то выборы есть. Вот поэтому и радуются. Не, ну, выборы в Америке, это вообще пиздец. Это прям как будто бы отдельное шоу. Настолько все непредсказуемо. Вообще пиздец. Вот бы да, в России так. Вот серьезно, да? Казалось бы. Сейчас вот Байден. Ему осталось сколько? До ноября же, получается? Не, ну, вообще до следующего года он еще будет президентом. В ноябре выборы, потом еще требуется несколько месяцев, чтобы, соответственно, все это там поменять. Поэтому до января 25-го года он еще будет, соответственно, да? Ну, окей, до конца этого года он еще будет президентом. А там? В САЮ? Все. Конец Байдену. Как президенту, я имею в виду. Ну, это вообще пиздец. Ну, то есть, я... Меня просто no comments. Неделю назад Трампа чуть не убивают. Но его пронесло. Через неделю уходит Байден. Да хуеть. Что вообще происходит, блядь? Блядь, такие бы выборы, да в России проводить. Ну, я без убийства и прочего. Ну, чтобы это все было настолько же непредсказуемо. Эх. Нет, сидим 30 лет уже почти. Одного и того же. В кавычках выбираем. Да, давайте посмотрим, что еще. Во-первых, письмо. Письмо, соответственно, да. Байдена, который он выложил. Мои дорогие американцы, за последние три с половиной года мы достигли большого прогресса как нация. Ну, тут даже не знаю, насколько большого прогресса. Настолько большого, что мы аж приходится уходить. Сегодня Америка имеет самую сильную экономику в мире. Мы сделали исторические инвестиции в восстановление нашей страны. В снижении стоимости лекарств по рецепту для пожилых людей и в расширении доступного... Пиздец. Вот это достижение. Снижение... Блядь, стоимость лекарств для пожилых людей. И в расширении доступного медицинского отслуживания для рекордного числа американцев. Мы оказали крайне необходимую помощь миллиону ветеранов, подвергавшихся воздействию токсичных веществ. Приняли первый за 30 лет закон о безопасном обращении с оружием. Назначили первую афроамериканку в Верховный суд. Че, блядь, это он серьезно выдают как за достижения какие-то? И приняли самое значительное законодательство по климату в истории мира. Америка никогда не была лучше подготовлена к лидерству, чем сегодня. Я знаю, что ничего из этого не могло бы быть сделано без вас, американского народа. Вместе мы преодолели пандемию, случающуюся раз в столетие. И худший экономический кризис со времен Великой Депрессии. Я знаю, что ничего из этого не могло бы быть сделано без вас, американского народа. Вместе мы преодолели пандемию, бла-бла-бла-бла. Мы защитили их и защитили и сохранили нашу демократию. И мы оживили и укрепили наши союзы по всему миру. Союзы. Ну, блядь, опять же, какие союзы укрепили? Быть вашим президентом было величайшей частью моей жизни. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны мне следует отказаться от этого и сосредоточиться исключительно на выполнении моих обязанностей президента до конца срока. Позже на этой неделе я более подробно расскажу нации о своем решении. А пока позвольте мне выразить глубочайшую благодарность тем, кто так усердно работал над моим переизбранием. Поблагодарить вице-президента Камалу Харрис за то, что она была исключительным партнером во всей этой работе. И позвольте мне выразить мою искренность, признательность американскому народу за веру и доверие, которое вы оказали мне. Я верю сегодня в то, во что всегда верил. Нет ничего, чего Америка не могла бы сделать, когда мы делаем это вместе. Мы просто должны помнить, что мы Соединенные Штаты Америки. Окей, он поддержал вот эту Камалу Харрис, значит она видимо будет вместо Байдена выдвигаться в президенты. Что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге, как когда-то в прошлый раз, когда Трамп впервые баллотировался в президенты. И он был против Хилари Клинтон. Хилари Клинтон. То есть Трамп против женщины. Очевидно, он выиграл. Как вы думаете, что будет сегодня? Ну не сегодня, а вообще в этом году на выборах. Как я понимаю, мы будем наблюдать примерно такую же картину. Трамп против женщины. Мне кажется, что американцы не выберут женщину в президенты. Мое мнение именно складывается именно таким. Что не выберут они женщину в президенты. И как бы Трамп, уж извините, на фоне Камалы Харрис, по-моему, выглядит, ну убедительнее что ли, харизматичнее. А это главное. Все-таки американцам важна именно еще и, знаете, вот эта тема. Они любят шоу. Они любят всю эту хуйню. А именно то, что делает Трамп. А он умеет это делать. И американцы это хавают. А Камала Харрис не умеет. Что она сделает-то? Ничего она не сделает. Вот. Сколько, кстати, лет Камале Харрис? Что за хуйню-то пиздишь? Ну ты-то у нас-то все, блядь, знаешь. Все разбираешься, блядь. И что там в Америке? И как выборы здесь проходят? Иди нахуй отсюда, блядь. Я делал выводы, наблюдая за этими выборами уже давным-давно. Каждый раз одно и то же. Во время выборов, блядь. Выборы в Америке это больше шоу, нежели чем что-то, блядь, серьезное. И кто больше даст шоу, тот и победит. Все. Популизм. Вот что правит миром. Справится ли с этим Камала Харрис? Ну, не знаю. Это плохо? Ну, это уже как бы, да, шо я могу сказать. Никто не мешает Камале Харрис делать то же самое. 59-й? Камая. Выборов в 2024 году в США не будет, потому что самой Америки не будет. Одно из последних предсказаний Жириновского. Уже Трамп снял лозунг, сделаем Америку великой. Спасем Америку. Вот правильно, Трамп. Только не удастся тебе спасти Америку, ибо выборов в 2024 году в Америке не будет. Потому что Америки не будет. Значит, и выборов не будет. Пусть же в гольф играет в последние разы. А что-то Америка пока еще никуда не делась. Осталось там совсем чуть-чуть-то, ну реально, до выборов. Четыре месяца еще? Ну, не знаю, ребят. Мне кажется, Америка за четыре месяца не успеет исчезнуть. Ну, реально. Ну, реально. Утонет, рухнет. Не знаю, не знаю, не знаю. Вот если бы Трампа убили, и Байден ушел вот тогда, я вообще не знаю, что за выборы были тогда. Можешь себе представить просто такую картину? Трампа убивают. Хотя, если бы Трампа убили, то и Байден бы не ушел тогда, скорее всего. А если бы и Трампа убили, и Байден ушел бы, так что тогда вообще? Кто с кем? Вот тогда, да, реально. Возможно, выборов бы не было. Ой, блядь, если Америка исчезнет, куда поедешь? Так я исчезну вместе с Америкой, скорее всего. Что значит, исчезнет, блядь? Она испарится, что ли? Просто раз и все. Ну, значит, я тоже вместе с Америкой исчезну. Ну, не, ну если серьезно, если Америка типа исчезнет, даже не знаю, куда я поеду. Гражданка имеется в виду? Так, какая гражданка? Я гражданка. Соединенных Штатов Америки, блядь. Эм, в Дубай. А шо? Бля, это, конечно, вообще трэш. Вот такое письмо, значит, он выложил Байден. Байден младший. Охуеть. Это еще и Байден младший. Он младший, представьте, есть еще старший, блядь. Джесс не исчезай. Джесс? Джесс уже давно исчез. Спикер палаты представителей призвал Байдена уйти в отставку. Конгрессмен Майк Джонсон назвал отказ Джо Байдена в участии в выборах президента США беспрецедентным этапом американской истории. Политик усомнился в электоральных перспективах Камел Харрис, так как она стала соавтором катастрофических провалов администрации Байдена. Харрис с ликованием участвовала не только в разрушении американского суверенитета, безопасности и предсветания, но и в крупнейшем политическом сокрытии в истории США. Джонсон потребовал от 81-летнего Байдена прямо сейчас уйти в отставку, так как если он не способен баллотироваться, то ему не стоит оставаться президентом США. Хуя себе, вот началось-то, а. Тряска неумолимая, конечно. Конечно, Илон Маск высказался. На прошлой неделе я слышал, что он уйдет в отставку именно в это время и дату. Это было широко распространено в Вашингтоне. Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка. Вау! Но, опять же, решение о том, чтобы Байдену выйти из гонки, оно же принято не только Байденом. То есть это какое-то коллективное решение тех, кто сейчас сидит у власти. Соответственно, что-то поменялось. И, возможно, реально, и по отношению к Украине это тоже как-то даст свою реакцию, свои последствия. И, возможно, для Украины, к сожалению, негативные. Возможно, там решили, что нужно действовать иначе. Как? Пока непонятно. 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 Или наоборот. Ну, я и говорю, непонятно. Они боятся Трампа, потому что долбоеб пытался переворот в стране устроить. И вместо наказания получил иммунитет отсюда, как президент. Ну, по поводу переворота, ладно, я помолчу. После заявления о выходе из президентской гонки Байден сообщил о том, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камала Харрис. Блять, неудивительно. Насколько все плохо у демократов, что у них настолько плохо все с этими кандидатами. Бля, это что такое, бля? Бля, что, реально же, да? Сука. Не, я Зеленскому руку жать не буду, пора, если вдруг когда-то выпадет шанс такой. У меня план. Надо, чтобы он руку Путину пожал. Бля. Да он же и Трампа пожмет рано или поздно. Теперь уже сто процентов. А, они же недавно по телефону общались. С Трампом. Прам-пам-пам. Трамп-пам-пам, блядь. И после этого разговора Байден такой, типа, пьшу. Может быть, Зеленский о чем-то договорился с Трампом? Пам-пам-пам. Да, это, конечно, да. В МИД России после выхода Жо Байдена с президентской гонки призвали к расследованию сговора американских медиа и политических элит. Чего, блядь? Следующим шагом после писанного заявления Байдена о выходе из предвыборной гонки должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о его ментальном состоянии. Блядь, господи. Ну уж точно не вам говорить о скрытии, сокрытии чего-либо. Ой, ёп твою мать. Такие лицемеры ебучие. Боже, боже. Я сейчас просто после кик пришел. Надо это. Ну, надо это. Полегче сейчас. Я чуть банворд не сказал. Чуть сейчас не ляпнул. Ё-моё. А то у меня там слово через слово. Сами знаете какие слова. 19 июля Шаман устроил митинг у посольства США. 21 июля Байден выбывает с президентской гонки. Думайте. А я не удивлюсь, если Шаман сейчас высрит, что это вот из-за него произошло. А он же, блядь, может написать, что вот смотрите, после митинга возле посольства Байден ушел. Думайте. Он же реально может это выкакать у себя где-нибудь. Вот, блядь, вот, сука, гарантирую, так будет. Камала Харрис заявила, что намерена участвовать в выборах президента США вместо Жо Байдена. Ты, блядь, забей. Пусть, 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 пусть. И синий видем. Пусть, пусть.